Связанные одной нефтью Минз готовят Украине топливный кризис Связанные одной нефтью Минз готовят Украине топливный кризис 8 часов 6 ноября 2019 года Обновлено 9.23 6 ноября 2019 года РИА Новости Стрингер автозаправочная станция Укрнафта в Киеве РИА Новости Стрингер Москва, 6 ноя РИА Новости Максим Рубченко Украине может грозить острый кризис на топливном рынке Причина августовский запрет на импорт солярки из России В результате главным поставщиком нефтепродуктов в страну стала Белоруссия О том, как Киев оказался заложником экономических отношений Москвы и Минска В материале РИА Новости Опустевшая труба Несколько месяцев назад правительство Украины объявило об импортной пошлине на дизельное топливо Поступающее по трубопроводу Прикорпат-Запад-Транс Объяснили это большим объемом поставок Поскольку российское топливо из трубы было самым дешевым Его доля на внутреннем рынке достигла 45% Киевские власти хотели избавиться от топливной зависимости Россияне начали нас пугать тем, что введут санкции Цитирует Портал 112 Чиновника президентской администрации Появилось требование о специальных разрешениях на поставку энергоносителей Одним словом, было решено, что 45% это перебор в поставках страны, которая к нам недружественна В команде Зеленского прекрасно понимали, что в результате цены на украинских автозаправках резко вырастут Поэтому пошлину ввели только после второго тура президентских выборов Который состоялся 22 июля С сентября поставки по трубопроводу Прикорпат-Запад-Транс прекратились Дизтоплива Ноазе сначала быстро дорожать За ним потянулись бензин и автогаз Однако после скачка цен на 20% розничный рынок стабилизировался Единственным логичным объяснением такой стабильности могут быть тайные договоренности между правительством и ведущими компаниями, имеющими значительную рыночную власть Уверен директор украинского НТЦ «Психия» Сергей Сапегин Тоже, но дороже От полноценного топливного кризиса Украину спасла Белоруссия В конце августа Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Александром Лукашенко После чего в Минск вылетела украинская правительственная делегация В итоге белорусский лидер не только согласился увеличить поставки нефтепродуктов, но и отложил закрытие Мазырского НПЗ на плановый ремонт 10 июля, 08.00 РИА Новости Напрасные расходы, зачем Украина купила американскую нефть? У Кургаздобыча и Белнефтхим заключили контракт на дополнительную поставку 20 тысяч тонн дистоплива в месяц до конца года Стоит отметить, что резонансное решение украинского правительства о возобновлении импорта российской электроэнергии тоже стало следствием перекрытия при Карпат-Запад-Трансе Киев таким образом снизил потребности в дизельном топливе теплоэлектростанции страны Все выглядит так, будто правительство Украины успешно решило сложнейшую задачу Добилось топливной независимости от России, не обрушив при этом внутренний рынок Но это только на первый взгляд Если в первом полугодии главным поставщиком нефтепродуктов на украинский рынок была Россия То сегодня абсолютно лидер Белоруссия, чья доля в импорте дистоплива уже превысила 50% и продолжает расти Белоруссия производит нефтепродукты из российской нефти То есть от российской зависимости украинский рынок топлива не избавился Но за счет удорожания логистики стал получать дистопливо с большей себестоимостью Констатирует Сергей Сапегин 27 апреля, 08.00 РИА Новости Диверсия против дружбы Кто отравил нефть в трубопроводе? Дело в том, что в 2020 году российская нефть для белорусских НПЗ может существенно подорожать На 17,7 доллара за тонну, предупредила в конце октября заместитель председателя концерна Белнефтехим Светлана Гуина Это связано с выполняемым Россией налоговым маневром Об этом уже не раз говорилось Налоговый маневр ведет к снижению таможенной пошлины и, как следствие, удорожанию нефти для Белоруссии, отметила Гурина Сейчас белорусские НПЗ работают в условиях первого этапа налогового маневра И если раньше нефть для них стоила около 50% от мировой цены, то сегодня уже близка к 80% По ее словам, после второго этапа налогового маневра стоимость российской нефти для белорусов практически сравняется с мировой Так что Белнефтехим готовится закупать нефть и у других стран Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ Как через украинские порты, так и через порты Прибалтики Сообщила Светлана Гурина, подчеркнув, что по мере сближения цены на российскую нефть С мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать Вчера, 08.00 РИА Новости Будущим пенсионерам придумали план, разбираем новый законопроект Однако любая альтернатива обходится Минску дороже из-за транспортных расходов По оценкам экспертов, даже за тонну казахской нефти белорусским НПЗ придется платить на 30-35 долларов больше Не говоря уже о саудовской или американской Значит, себестоимость белорусских нефтепродуктов в следующем году заметно увеличится И особенно пострадает от этого основный импортир Украина Подорожание топлива всегда сказывается на цене практически всех товаров и услуг Так что страну может ждать очередной виток инфляции Между тем, по информации 112.UA, украинское правительство не планирует отменять спецпошлину на трубопроводное дизельное топливо Мало того, в Киеве обсуждаются повышенные импортные тарифы и на поставки российской солярки по железной дороге Продолжение следует...